привет ребята сегодня у нас снова гость наш дорогой парвиз назар и сразу скажи пожалуйста вот парвиз что повлиял на тебя как на музыканты какую музыку ты слушал чтобы твое творчество началось ну музыку я вообще начал слушать с детства наверно лет с четырех с пяти мне и начал прививать мой дядя у него всегда была такая большая коллекция разноплановой музыки у него были друзья за рубежом тогда было нелегко мы говорим о дяде дали рида который дали рано заран и таджикс музыкант да и вот мы жили вместе меня воспитывала бабушка поэтому он тоже жил с нами и у него была в подвале этого дома студия и вот он не ставил вот не знаю он занимался как там ну ему было интересно и у меня постоянно подтягивал ставил мне всевозможные песни и вам мои сверстники позже они слушают совершенно другую музыку и когда я допустим где-то в компании приносил какой-нибудь это они совершенно они на меня смотрели как на кого-то да ты дурак пары и вообще чё ты слушай то что видимо дали рна ставил тебе то что нравилось ему да они на что жили все да он не ставил то что нравилось ему но еще он я выбирал из этого то что нравится мне потому что у него была большая очень что вот нравилось тебе ну вот на ранних этапах я слушал очень много в этом порт джо завину джаку пастури когда мне исполнилось 6 лет он со мной разучил одну композицию чикари и мы с ним вместе он играл на пианино а я стучал на барабане и мы в общем он со мной от зубрил это все позвал музыкантов и мы перед ними сделали такой концерт маленький у меня башка там торчит одни палочки и такая непростая музыка эти да да уже сложен грамма скар достаточно элитарная да но мне она очень нравилась как не знаю как-то она вошла у меня я я же мог не врубиться в нее да могло же быть я не буду сейчас уходить там далеко что вода статистская музыка там она в корне тоже такая в общем то почему вот например мы знаю что именно таджики музыканты очень успешно в джазе да 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 потому что джекские азербайджанские очень успешно в джазе потому что сама национальная музыка она предполагает она полиритмична и очень такая тоже вот но в советское время было там очень много хороших джазистов и музыкантов и его с падением советского союза зашло понимаешь я вам скажу что я вот помимо насчет национальной на кубе я бываю часто и очень много джазовых музыкантов кубинских и я скажу что любого человека на улице останови и дай ему какой перкуссионный ударный инструмент и он тебе сыграет там шестнадцатый на бедре на дыкут на червоза не они у них управили метроном шестнадцатыми точно хорошо а у нас наверно у нас четвертый минут у нас у многих студентов консерватории я тебе скажу этого некуда первого курса особенно а вот специально ты не за не учился музыки школа там что-то меня отдали в первый класс музыкальную школу на кран на класс фортепиано но так как это был музыкальный школа-интернат и раз в неделю я попадал только домой мне это не нравилось я плакал и бабушка бабушка значит со мной как-то раз один раз приехала это был конец первого класса и забрала и все хватит издеваться перевели меня в обычную школу и вот на этом музыка в плане того чтобы профессиональные заниматься она для меня закончилась не потом позже стал заниматься живописи рисовать и ушел вот в но потом в конце концов вернулся к музыке потому что вот то что заложил долер вот эта музыка мне это все нравилось и как бы когда осознанность пришла лет 18-19 я стал понимать что мне нравится что я люблю я начал заниматься музыка и вот сейчас что происходит ты как-то можешь это сравнить и ну как-то какой-то вывести понимание вот вот у меня есть такое субъективное чувство что хоть тогда музыкант поп я имею поп сцена казахстанская назовем это нас было гораздо меньше на сцене выбор был не такой большой как сейчас но при этом сама музыка сами песни не были как-то качестве или я не прав ну очень сложно я я с одной стороны с тобой согласен или это и меня стартерские какие-то начались совершенно верно дам конечно сейчас такое время мне кажется что сейчас всего так много и скорости до совершенно другие менять очень быстро не так хорош тогда вот даже в эстраде в казахстане в алматы был какой-то вот воздух правильно ты говоришь было меньше но каждый старался делать свое то что он любит были видны определенные стили направления там у кого-то такой у кого-то рок кажется что как-то разнее как-то отличались все понимали хорошо было что все всех знали все знали друг друга а допустим сейчас какая история очень много музыки очень много исполнителей но все друг друга не знают вот я например половина на какие-то тусовки попадая вообще не знаю кто это не знаю их и многие есть которые не знают меня и вот так вот разрозненность вот это да и еще появилась одинаково такое ощущение что тогда включаешь телевизор это один композитор написал все эти песни и одни голоса одни мелизмы одни какие-то биты и вот среди выпей вот всей мишуре очень сложно найти что-то хотя есть такие интересные ребята да ну вот вот это давлеет вот это вот одинаково стана преобладает поэтому на мой взгляд 90-х тоже были все был танцоник т.с. 10 у всех была одна и та же бочка был алисис драма драма машинка не было зато сейчас у всех логик 10 или здесь еще живой музыки не было при этом по-разному когда мы попали в такой период вот вот живой не вот я знаю что вот ты как-то пришел к тому что ты будешь видимо ты такой человек который вот сам хочет все контролировать да сам во всем участвовать наверно то в этом тоже это очень такая хорошая позиция и ты сам пришел к тому что ты сам снимаешь все клипы да это правда же вплоть до того что ты не просто там придумаешь сценарий работаешь оператором ну это вообще невозможно если ты в кадре ну как-то в любом случае я устанавливаю гатор если еще и сам монтируешь естественно и делаешь то есть ты вот эту всю кухню как бы съел да получил это уже эти знания вот расскажите как как это вообще у тебя происходит и мне кажется это очень я всегда я давно мечтал этим заниматься и я жалею что я раньше это не стал делать я ну буквально с 2000 2008 2009 стал этим заниматься еще ли по писам снял и срежиссировали для кого-то еще я я так точно не могу сказать но может где-то штук 70-80 может быть то есть они по какой причине не выходят в эфир потому что они тебе не находят или просто не афишируется что правительство да нет они выходили то есть это и для других исполнителей нет все для себя да да то есть это значит есть 70 разных песен и да 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 и вот я я очень хотел мне вот всегда не нравились до конца клипа который мы снимали вот я думаю почему они меня сняли с этой стороны да по моему мне вот эта сторона лучше более да 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 или там почему они сняли снизу как по не знаю инструменты лишь и еще чуть мне всегда что-то не нравилось я вот сам пришел этим заняться изучил еще тогда не были эти обучающие видео ютюбе приходилось самому тыка вот методом тыка я изучил программу премьер автор эффект все и начал работать начал снимать купил себе небольшие камеры свет две сумочки я с ними всегда могу уехать в любую часть света и там все это сделать но к тому же у меня еще есть вот недавно я сделал проект он называется македома его не крутили в алматы естественно потому что это не имеет смысла он такой виртуальный проект для интернета вот почему там два моих братишки они один живет в москве другой живет калининграде один он всю жизнь работал вон наблюдателя музыка не занимался второй гитарист и а поскольку они мои близкие и внутри где-то далеко они тоже музыканты я их подтянул и сделал этот проект они приехали на два месяца за два месяца мы с не полностью записали альбом 13 песен и сняли 10 клипов за два месяца я их отправил обратно и потом сам занимался сведением мастерин монтажом клипов и вот эти клипы потихоньку уже 8 вот наших то есть процесс звукозаписи и звукорежиссуры тоже на тебе да ты его тоже завернул на себя полностью да да у меня дома у меня здесь спальня а здесь студия рекорд лейбл да я могу сразу там сразу есть там с кровати за типс да конечно не видишь еще узор это совпало развитие вот этих технологий они пришли не в массы то есть в 2008 вот когда люди начали снимать по фотоаппаратах появилась возможность съемки видео применение оптики фото и так далее я тоже этим увлекаюсь как и поэтому да и музыкальные программы какие виртуальные снидизаторы там чего только уже все любой может делать все что да вот можно на iphone даже и стало быть тайной какой было раньше да нет мне просто интересовал вот как это в твоей жизни происходило именно слушай а вот такой вопросик ты отлично выглядишь спасибо последние 15 лет мне 47 то есть мы ровесники получены и я просто помню что когда начинал ты выглядел немножко по-другому скажем так чуть-чуть ты был чуть-чуть полнее я не говорю там прическа это все мелочь вот потом что как это произошло в твоей жизни что случилось что ты взялся за себя превратил себя в такого какой-то есть не практически не меняешься я имею виду вот твое хорошее физическое футфу состояние что ты для этого я знаю что ты вот очень серьезно к теме здорового образа жизни относишься да но ты кстати это уже лет 15 уже не массивши вот такой какой у меня просто тоже есть свои какие-то так сказать фишки в этом плане мне интересно про твои узнать ну я всегда вел такой старался вести здоровый образ жизни параллельно с этим вел еще нездоровый образ жизни вот все это вместе я не просто хочу теперь этот артистический алкоголизм там она за ночной они это проходил же да то есть это нормальный вместе с этим я не занимался всегда интересовался вот литературу всякую читал как правильно очищать организм как обещать печень почки желудок и так далее у меня мама она большой специалист вот в области очищения организма как раз подумал наверное кто-то ли мама бабушка когда я она очень хороший травник она вообще йога она делает такие асаны и за 70 час но я даже близко ничего такого даже не могу то что она и она вот всегда меня ну дела что-то мне рассказывала и я всегда и были тусовки всевозможные эти дела но потом я приходил домой не делал себе и вычищали зубочки лично ну и кроме этого еще много чего вот но потом это все ушло естественно с возрастом уже тяжело пить столько сколько ты пил в молодость и алкоголь или про алкоголь про посиделки про тусовки уже энергии не хватает уже нужно или на это энергию свою пустить или сделать какую-то песню поэтому сейчас я плотно уже этим занимаюсь вплоть до того что ты какие-то делаешь коктейли травные там и естественно конечно да какие-то смураз в год я обязательно очищаю печень это в апреле апреле это активность этого органа дома дома я уже давно это это делают вот печень до его активность это апрель вот этого органа и он как раз в апреле его чистить просто кай у каждого органа свой месяц вот этими этим я и занимаюсь но был еще период как я ушел от этого я начал заниматься качаться потому что меня придавило депрессия сильнейшая превратился атлета за нами не придавило депрессия но просто такая что в каком возрасте вот случилось это где-то 28 28 29 но многие называли там меня толстыми там я весил где-то порядка в 18 килограмм напомню ты и чё-то и я начал подниматься у меня движка застегну завязываю шнурки у меня тоже отдышка и это в 28 лет 20 до 20 а многие мужчины именно в этом возрасте это физиологически человека перестает в это время вырабатываться гормон роста да и гормон роста является драйвером метаболизма именно в этом возрасте многие мужчины и женщины набирают вес и потом где-то уже осознают где-то в 30 с чем-то все начинают заниматься здоровым раз жизни что со мной тоже доктор мусин доктор но у меня просто еще наряду с этим у меня был депрессия он был связан что вот мне надо похудеть а вот от движка что ты себе не нравился да что я покажу вот вам сейчас я вот мне там куда не захожу к своему кенту каком-нибудь ой парнись на течет такой же вот а у него ничего нет я говорю ну вот смотри придет время у тебя будет живот а я потом а у меня не будет а у меня кубики были понимаешь я начал заниматься вот во мне вот это злость там и в депрессии привозил чтобы и потом в общем прошло время 45 лет я на это потратил изучил всевозможные эти диеты все то есть ты такой рационалист да то есть вот и вот скорость учать скрупулезный во всем я вот так понимаю ты чем бы ты не занимался ты хочешь в этом дойти до какого-то совершенства за перфекция да 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 но это если переключатель включится да это же надо на это просто замать мотивация если я мотивация вот уперся я такой же как это тоже не надо просто упереться если я цель взял все как крылатая когда-то 1 но ты перестал я просто видишь я перестал заниматься я не хожу в спортзал я просто не качаюсь я занимаюсь как то есть я перестал себя нравится атлетом я вот сейчас хочу более такую субтильную фигуру но у тебя когда были ну я очень ну мне хочется сейчас выглядеть по-другому если бы я снял сняться фильм я бы сразу пригласил главную роль тебя на роль супермена спасибо у тебя творческий юбилей 30 лет то есть ты старший группу эфир на 5 лет ну как творческая единица понимаю что будет но мы сейчас очень плотно готовимся плотно репетируем мои ребята они занимаются тем что переговаривают будет большой тур пока по городам по городам казахстана сейчас вот появляются уже многие города есть конце это все закончится большим концертом в алматы это будет осенью пока мы доедем потому что мы будем еще захватим таджикистан там три города больших в россии тоже мы будем сейчас ведем переговоры крокус сити хал в москве чтобы там выступить в общем нас в москве твой аудитория это моя аудитория да это если персоязычные на их очень много до заглядывают и наши казахстанцы которые уехали туда их не так много но они помнят быть да вот в 2016 у нас в лыжняках было было очень много казахов наших которые уехали когда-то которые как раз в 90 в конце 90-м уехали вот когда были эти песни популярны на них помнят и вот но вот такой вот у нас план но сейчас вырисовываются еще и зарубежные страны чикаго нью-йорк там тоже очень много персоязычных здорово нет отличный план по моему ну да очень сложно сейчас это вообще как-то легче а сейчас сделать большой тур на это нужны нужна большая поддержка средства во первых конечно а их сейчас очень сложно найти но мы стараемся я думаю получится то что мы хотим то что мы запланировали твоим детям сколько лет час моему сыну 28 моей дочке 22 21 и моей младшей дочке 12 12 вот ладно взрослых не будем трогать в смысле это все от одной от одной жены это что ты усомнился в этом не думал всякая бывает хорошо вот младший ребенок да вот ты его понимаешь я я к тому спрашиваю что они вообще сейчас другие да вот я служу по своим и младше но не два случаи когда я просто понимаю что я не понимаю когда это совершенно верно вроде бы я понимаю но я понимаю что я не понимаю вот так получается то есть мы понимаем вроде бы друг друга но вот многие вещи которые я говорю они вылетают куда-то у них другие по моему какие-то я не знаю почему это происходит может они из-за того что они вырастают это это дети эры водолей они другие просто понимаешь как те кто родить понимать вот сейчас если но в интернет то люди которые родили на двухтысячном году казалось бы вот для нас это в общем то недавно и сейчас по 17-18 лет то есть это уже взрослые люди которые сами что-то решают выбирают и говорят нет у нас есть много таких моментов когда я не понимаю почему она не понимает а она я вижу по ней что она не понимает почему папа не понимает да уже папа и вот 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 это вот борьба она идет все равно это есть и что ты делаешь вот этот вот интернет вот это вот все возможность узнать увидеть и найти это тоже мешает сильно да это сильно же интернет он как и добро так и зло одновременно да и что плохо что в некоторых моментах даже они доверяют там то что в интернете больше чем допустим мне не надо расстраивать меня это расстраивает потому что я вижу что это на самом деле это все суши ненужное вот все не много они до полезного много там интересного но в большинстве стволом вот преобладает вот это ненужное вот эти идиотские ролики какие-то которые они смеются и вид по вот смотри вот смотри а я смотрю ну ничего там смешного нет вообще я не нахожу то есть видимо вот чистота восприятия у этого поколения другая чем у нас как бы это немножко другое измерение хотя мы живем в одном измерении да мы все равно и вот не соединяемся с ними но я считаю что трансформировалась вообще как бы наше сознание за эти 20 лет вообще все изменилось я недавно с учителем сына разговаривал что вот дети сейчас все с телефоном сидят и у нас была беседа где-то в кафе но было какой-то утренний детский в кафе я говорю простите посмотрите на наше общество все с телефоном и я говорю посмотрите вокруг в кафе или действительно мы обернулись все сидели вот так телефоны смотри ну это к чему-то поэтому общество трансформируется так чему-то приведет к чему мы не знать но я думаю что можно так лучшему приведет потому что у людей может быть я думал это агрессия которая может быть выплеснуто на улице может она закончится агрессия в телефоне да там в интернете кому-то что-нибудь скажет ничего на этом может быть общество придет большим к лучшему к лучшему кто знает можно в конце концов в тридцатом веке не вполне возможно потому что там и жестокости очень много которая влияет на психику и поведение детей они твоя байка смешная я вот помню пару историй совместных я не знаю какую ты помнишь да я помню я одно вам расскажу но не совместно ладно я потом расскажу совместно хорошо в общем это было начале 96 года я в составе юмористического шоу тамаша гастролировал по казахстан и мы были в каком-то городе я не помню уржар или арыс не помню точно но этот момент я это это случая запомнил надолго в общем выхожу и выступать тогда не было цифровых носителей вы помните когда выступали с кассеты такой или хром это был или металл такого высокого качества ну вы же ржевикисты фанерщики они выступали с то есть ты выступал потому что ты приехал и не было должного оборудования что просто дело в том что я там пел 4 3 4 песни ну там состав тамаши человек 20 а дает этого шанса понятно в общем я вышел на сцену включили там не помню какой магнитофон был какой-то старый наподобие весны такой маяк маяк может быть да и вот они включили и я начал петь люди танцуют как раз эта песня тоже вышла на экраны многие узнают танцуют и вот начинается припев там еду я еду на юг там ждет он начал увеличивать скорость а я жемки рот открываю и мне уже куда внизу нельзя убежать тебя а люди танцуют не они увеличивают тоже темп меня тоже я думаю интересно до какой стадии она дойдет даже ну и я уже не смогу рот открывать если будет супер скорость да 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 и вот режим перемотки да и и там уже не вот такой идет я рот открываю люди успеваю на такой а угроза самая интересный момент она начала да 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 обратный ход то есть еду я еду на юг а я же открываю рот и люди тоже танцуют и они уже обернулись и смотрят на меня что происходит и вода я а я уже и она раз остановилась заживалась видимо уже я стою не знаю что делать я думал что я прям сейчас вот на сцене провалюсь и умру просто и они все на меня смотрят я на них тоже но поклонился и ушел они а я со сцены ухожу и смотрю на этих совет от бывалого парвиза выступаете живьем смотри потом я ухожу со стен и смотрю а операторы там все это ленту вытягивают это вот такая картина в общем после этого у меня снились сны фонограмма 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 вот с тех пор с тех пор парадис поет только живьем да но до этого тоже я пел у нас были живые выступления но вот такие моменты конечно говорят о том что надо вообще выбросить фанеру на помойку не контролируешь ситуацию да я я лучше возьму сейчас вот свой тавляк и там пусть даже гармонии не будет микрофон поставлю мы видели кстати классно как не буду пей ну вот с фанерой всегда так сейчас конечно стало легче сейчас цепени диск или флешка нато она не не жует она прыгает стрека на трек видишь еще у даже не диск она знаешь как у нее нет энергетики живая музыка даже естественно одинаково выровнена в студии и у тебя есть этот энергетический огнем пасмасса из пасмасса зрителям слушай что было за история вот тогда на копчегае когда мы вместе поехали выступать в какой-то солянке это уже к нашей части байки на тебя перехожу и там случилась какая-то заваруха и в тебя выстрелили из газового пистолета что это вообще это саня дерновский зацепился с кем-то я за него заступился я говорю ребят пусть они сами разберутся один на один а вот да потому что за того лезли еще люди я говорю подождите вот он ужасные люди газовые на в то время гроза это было как вот космическая ракета большая редкость и эти эти я не пускал их чтобы они и он взял вытащил пистолет и стрельнул мне в лицо кто противник нет вот друг того который разбирался с сашей нашим дружим и все и я не учу и потом смотрю я в тумане за ним бежит руслан тахтахунов со стулом убежал еще кто-то куда-то убежал и потому что мы пришли уже когда все закончилось и уже услышали рассказ смутный рассказ об этом жалко что у вас нет да это конечно было это причем так у меня хорошо стрельнул я долго это не мог себя приходил то есть это очень вообще это 90-е годы ну конечно когда еще все самое смешное произошло в девяностых